В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации муниципалитета обсудили концепцию благоустройства лесопарковой зоны за стадионом «Металлург». Фактировщики, с кем заключен контракт на основании всех этих мини-жителей, они дают свою презентацию, как они видят развитие лесопарковой территории. Предприниматели Ленинского городского округа отметили свой профессиональный праздник. Понятно, что это ваш бизнес, но вкупе из этого бизнеса вытекает благосостояние всего нашего Ленинского городского округа. Сотрудники сантехкомплектов всем коллективам привились от коронавируса. Чувствую себя отлично, надеюсь, в дальнейшем тоже будет все отлично. Предприниматели Ленинского городского округа отметили свой профессиональный праздник. Бизнес муниципалитета объединяет торгово-промышленная палата, которая за 4 года своего существования показала высокую эффективность. О празднике и его героях расскажет наш корреспондент Юлия Боготьян. Порядка 60 предприятий от малого до крупного бизнеса сегодня входят в торгово-промышленную палату Ленинского городского округа. Такое объединение единомышленников помогает решать проблемы, перенимать опыт коллег, повышать эффективность своего бизнеса. На сегодняшний момент в палате организованы три комитета, которые занимаются конкретными проблемами определенного вида бизнеса. И на мой взгляд представить себя уже округ без палаты, наверное, очень сложно. Создавать комитеты в торгово-промышленной палате – женский приоритет, ведь все три возглавляют милые дамы, которые проявляют большую активность. Неспроста на празднике, посвященном Дню российского предпринимательства, на сцену за почетными грамотами так часто выходили представительницы слабого пола. Вы действительно профессионалы своего дела. У вас у каждого за спиной целый багаж из проектов, знаний, инициатив, умений, причем инициатив не только бизнесовых, но и социальных. И, конечно, пожелать только одно – развиваться, развиваться постоянно, не стоять на месте, новые инициативы, новые веяния, подключать к этому совет депутатов. Свой профессиональный праздник предприниматели Ленинского округа отметили на территории музея-заповедника Горки Ленинские. На эту тему удачно пошутил один из почетных гостей – депутат Московской областной думы Владимир Жук. Надеюсь, что не окажется так, что предпринимателей мы можем увидеть только в музее. Правильно? Предприниматели – это большой пласт. Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. И если брать цифры, то в среднем по стране у нас порядка 20% ВВП дает как раз малый и средний бизнес. В Подмосковье эта цифра почти 30. Это о чем говорит? О том, что у нас существует передовая система поддержки предпринимателей. Слова поддержки и поздравления предпринимателям выразил и глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Понятно, что это ваш бизнес, но вкупе из этого бизнеса вытекает благосостояние всего нашего Ленинского городского округа. Именно вы наполняете бюджет, именно вы помогаете в той или иной ситуации. И, конечно, отдельное спасибо за тот ваш подход в это непростое время, непростое время во всем мире, в нашей стране, в Подмосковье и, конечно, в Ленинском округе. За то ваше участие в период подмии. В основном все главные герои мероприятия – это предприниматели, которые уже состоят в торгово-промышленной палате округа. Ведь, как отметил исполнительный директор общественной организации, быть членом объединения почетно и необходимо для каждого владельца бизнеса. Для начала человек должен решить, для чего ему нужна торгово-промышленная палата. Задачи и цели, когда человек вступает, он определяет для себя сам. У кого-то есть определенные проблемы в незнании каких-то правил, законов бизнеса. И мы, естественно, подсказываем и рассказываем, как это нужно сделать. В оформлении праздника используются часы. Они стоят на столе, ими оформлена и фотозона. И это не случайно, ведь тема мероприятия – время, которого так не хватает предпринимателям. В этот день они увеличили количество часов в сутках до 25. Вообще на этом празднике многое символично. Например, одна из гостей – овечка Маруся. Ну вот она признана стать антистрессом для предпринимателей. Маруся, держи яблочко. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Распространение коронавирусной инфекции привело ко многим изменениям в жизни предприятий муниципалитета. Маски, перчатки и постоянный страх заразиться – самые популярные из существующих перемен. Сформировать коллективный иммунитет на работе решили сотрудники сантехкомплекта. К ним отправилась выездная бригада медиков. Привиться не отрываясь от работы – миф или реальность. В Ленинском округе уже несколько месяцев продолжается вакцинация трудовых коллективов. Обезопасить себя, своих близких и коллег решили сотрудники сантехкомплекта. В конце прошлого года переболел, но в принципе в более-менее легкой форме. Сейчас последние анализы показали то, что снизились антитела. Ну и соответственно ситуация особо не меняется, поэтому хочется в принципе продолжать нормальную жизнь и минимизировать, скажем так, риски заражения. Чувствую себя отлично. Надеюсь, в дальнейшем тоже будет все отлично. 37 работников предприятия получили первую прививку от коронавирусной инфекции. Все по правилам заполнения анкеты, осмотра у врача и только потом вакцина. А главное – это удобно. Не нужно брать выходной и стоять в очереди в больнице. По сравнению с предыдущими, грубо говоря, месяцем, если брать месяц, то народ начинает активно вакцинироваться. Люди поняли, что вакцина эффективна. Люди начинают понимать, что это единственное правильное решение. Через несколько недель сотрудники сантехкомплекта пройдут второй этап вакцинации. А пока у коллектива предприятий начинает формироваться общий иммунитет. А значит, появляется чувство защищенности от ковида на рабочем месте. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В администрации муниципалитета состоялось очередное заседание Общественного совета парков Ленинского городского округа. Основной темой встречи стало обсуждение концепции благоустройства лесопарковой зоны за стадионом «Металлург». В последнее время все больше внимания власти округа стали уделять благоустройству лесопарковых территорий. Это вполне объяснимо, так как экология все чаще вносит свои коррективы. И в городе все более остро ощущается нехватка мест, где видновчане смогли бы отдохнуть на природе. И вскоре такая возможность у жителей появится. Сейчас разрабатывается концепция на 22 гектара. Это от «Металлурга» вот эта зона. Со стороны «Металлурга», как люди привыкли, будет основная входная группа. На очередном заседании представители Общественного совета парков обсудили концепцию благоустройства лесопарковой зоны за стадионом «Металлург». У нас состоялся фокус группы. Все желающие жители могли записаться на их участие, где жители могли высказать свои предложения, замечания, что им нравится, что бы они хотели увидеть в парке. Они прошли и проектировщики, с кем заключен контракт на основании всех этих мини-жителей, они дают свою презентацию, как они видят развитие лесопарковой территории. На встрече были выслушаны все замечания и предложения. После голосования членов Советов парков комплексное предложение отправят на утверждение в Министерство благоустройства Московской области. И по решению начнут работы по обустройству нового парка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Уже 26 лет в России 27 мая отмечается День библиотек, который по праву считается и профессиональным праздником хранителей книжных архивов. Памятная дата была учреждена в честь открытия в России в 1795 году первой общедоступной библиотеки. В поселке совхоза имени Ленина, один из соучредителей общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», депутат Ленинского городского округа Артем Грудинин посетил местную библиотеку. И пришел он не с пустыми руками. Мы вас от нашей замечательной организации «За людей, за совхоз, за достойное будущее» хотим поздравить с праздником Дня библиотекаря. Профессиональные успехи у вас и так на высшем уровне, поэтому мы их жевать не будем. Самое главное не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе. Вместе с депутатом библиотеку посетил представитель компании «Рота Агра» главного акционера «За совхоз имени Ленина» Сергей Верлеев. Подарки для профессионалов самые подходящие. Это эксклюзивные издания книги «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова и огромный термопод. Что-то среднее между чайником и термосом, где вода всегда горячая. Теперь пить чай можно в любое время. 27 мая мы отмечаем Российский день библиотек. И поэтому мы посчитали своим долгом поздравить библиотекарей и библиотеку с этим замечательным праздником. Насколько я понимаю, подарок очень сильно понравился и мы надеемся, что он принесет пользу людям. Общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и компания «Рота Агра» давно сотрудничают с библиотекой поселка. На прошлой встрече учреждению были подарены несколько десятков книг классических и современных авторов. Кто такие филателисты, наверняка знают все. А вот что насчет филокартистов, филотаймистов, фалеристов и мемомагнетиков, не знаете? Тогда смотрите наш следующий сюжет. А вы когда-нибудь собирали марки, календарики, значки и игрушки из киндыш-выпризов? А магниты, привезенные из разных стран и городов, наверняка украшают ваш холодильник? Если последнее про вас, знайте, вы мемомагнетик. Ведь именно так называют людей, коллекционирующих магнитики. Выставка «Моя коллекция», открывшаяся в Центральной библиотеке, рассказывает о разных увлечениях и видах коллекционирования. В основном это все то, что собирали в советском прошлом. Наши, опять же, бабушки, мамы, папы и мы тоже. Мы, в конце концов, тоже из Советского Союза. Но все, конечно, знают, что мы собирали всегда марки, значки. Вот здесь представлен винил. А еще здесь большая коллекция игрушек из киндыш-сюрпризов, карманные календарики, сувенирные тарелки, колокольчики, российские купюры и монеты разных годов выпуска, магниты на холодильник. Всего около тысячи экспонатов. Практически все предоставила для выставки сама Марина Андрианова. Все знают, что собиратель марок называется «Филателлист», но мало кто знает, что тот, кто значки собирает, называется «Фалерист». И вот здесь я специально, опять же, подобрала такие значки, которые, возможно, будут интересны нашей молодежи. Я думаю, да. Потому что люди должны помнить о своем прошлом. Выставка организована в рамках открытия нового клуба «Ностальгия», который заработает в библиотеке в самое ближайшее время. Авторы идей уверены, новый проект будет интересен как взрослым, которым будет приятно окунуться в воспоминания детства, так и подрастающему поколению. Показать, во что вообще мы играли в детстве. Какие-то игры на бумажках, да, какие у нас были дискотеки прекрасные. У нас будет вот этот клуб разнонаправленный. То есть сегодня мы, например, да, там на этой неделе мы играем в игры. На следующей неделе у нас дискотека, вот, с буратиной, с бутербродами, с колбасой. Оценить экспозицию, узнать много нового из области коллекционирования можно до конца июня. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok